Последний царь всея Руси, первый император российский, сегодня страна отмечает 350 лет со дня рождения Петра Первого. Он взошел на престол в 10-летнем возрасте и больше 40 лет правил великой державой. Провел судебную реформу, модернизацию армии и флота, расширил границы империи. О каких заслугах Петра Первого помнит наше поколение, расскажет Кристина Пермякова. Без чего невозможно представить обеденный стол русского человека. Конечно же без картошки. Ее в нашу страну завез Петр Первый. А еще за годы своего правления он до неузнаваемости изменил Россию. Границы страны расширились, экономика укрепилась, а на берегу Невы вырос город Санкт-Петербург, который на сегодня считается одним из красивейших в мире. Совершив длительное путешествие на запад Европы, Петр Первый отлично понимал, что нужно его стране. Прежде всего, конечно, первый упор делается на реформаторскую деятельность, потому что на тот момент нельзя было очень плавно вести переход к более цивилизованному. Он понимал, что достичь всего возможно только если по образцу Запада. Отставали мы в развитии, что поделаешь. Армия и флот, музеи и заводы, новый календарь и европейские ценности. Его заслуги в развитии государства невозможно переоценить. Петр Алексеевич является одной из самых выдающихся личностей в русской истории. Он сам был неутомимым тружеником и смысл жизни видел в укреплении своей страны. В истории он по сей день великий реформатор и человек, прорубивший окно в Европу. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин, Местное время.